Подошел к султану пятый визирь. Мой господин, разреши поделиться с тобой моими переживаниями последнего времени, не вели казнить или словом молоть. И султан сказал, давай, грузи. Пятый визирь сказал, мой господин, я, видишь, молод, бодр, весел, я так много могу и так много хочу сделать для тебя, мой господин. Ну? А живу в съемной однокомнатной квартире на окраине Багдада без регистрации, зарплата ничтожная, соцпакет смехотворный. И что, что? А я вот смотрю, первый визирь, старый немощный человек, ничего не может, ему ничего в жизни не нужно. У него нормально на Рублевке коттедж, гарем, бентлик, куда, зачем, ему все это не нужно. Да и он не может вам услужить, как я. Да? И что же ты предлагаешь? А вы бы нас меняли местами? У меня первым, я его пятым. А, говорит султан, понятно, идея понятна. Идея понятна. Слушай, а что там пылип на горизонте, а? Пятый визирь так понял, что это испытание. Взял скакуна, вдел одну ногу в стремя, а вторую понес, и вторую так уже вдел на ходу. И унесся за горизонт. Пулей возвращается, говорит, идет караван, мой господин. Караван. Сейчас. Откуда? Мой господин, вмиг узнаю. За горизонт. Из Душанбе. Куда может идти караван из Душанбе, говорит султан. И он опять пули к этому каравану возвращается. Идет в Каир, мой господин. Так, говорит султан, что везет? И он уже на взмыленном коне, сам конь на кривых ногах. Уходит, возвращается. Везет, шелкан мой господин. И в это время на счастье пятого визиря, на старом муле, старый первый визирь, подслеповатый султан. И он говорит, эй, старик, алло, эй, что-то пылит в степи, ты бы пошел, узнал, что за дела. Пятый визирь обрадовался, подумал, ну сейчас немощь старика станет явной. И он скажет, ты понял, почему я вас меняю местами? Старик покорчился, поморщился, неохота ему было в такую жару за таким пустяком ехать. Но он пошел. Стало смеркаться, а потом вовсе стемнело, зажгли факелы, сели ужинать. И вот, когда же перестали ждать, цок-цок, 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 спящий старик приехал. Значит так, идет караван из Душанбе в Каир. Везет Шилка 48 тюков. Собирается продать по 30 монет. Погонщик Саид сказал, что всю партию может отдать по 20. В Каир, я договорился, заберут по 25. Султан повернулся к пятому визирю, к молодому, и говорит, ты понял? Если он понял, действительно понял, не врет, он станет первым визирем. Но если не понял, ходите ему пятым, и еще пусть скажет спасибо, что его держат здесь. Первый вообще снял... Единственное, что он сказал, даете добро, мой господин. Потому что он договорился, но вот если бы он уже продал, это бы называлось противодействие. Потому что шефу, по каким-то его политическим соображениям, может быть, такую операцию бы и не нужно было проводить. Очень важно научиться с руководителями говорить на языке решений. Гораздо труднее научиться говорить на языке проблем. И отучить себя за своих подчиненных решать их проблемы. Не привыкайте за других делать вашу работу. Продолжение следует...